Приднестровский регион может столкнуться с гуманитарным кризисом, а цены на электроэнергию могут вырасти вместе с ценами на природный газ. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов, вернувшийся из России после встречи с президентом компании «Газпром» Алексеем Миллером. По словам чиновника, «Газпром» попросил, чтобы Кишинев обсудил с Киевом продление соглашения о транзите топлива, которое истекает 1 января 2025 года. Если этого не произойдет, то газ можно будет поставлять по альтернативному маршруту через Турцию. Однако российский концерн связывает это с вопросом об урегулировании предполагаемой задолженности в 709 миллионов долларов перед поставщиком. То, что официальный Кишинев не признает. В 2023 году Кишинев представил результаты внешнего аудита предполагаемого исторического долга страны перед российским концерном «Газпром» за поставки природного газа. Аудит показал, что большая часть суммы, требуемой Москвой, не подтверждена официальными документами. В результате Кишинев предложил выплатить только 8,5 миллионов долларов из запрашиваемых денег. Российская сторона не признает результаты этого аудита. По словам Парликова, в случае поставок газа по альтернативному маршруту, Молдове придется приобретать электроэнергию из других источников, что будет дороже. И в этом случае нашей стране придется обратиться за помощью к международным партнерам. Министр энергетики подчеркнул, что Молдова готова к различным сценариям, но все же переложил ответственность на российскую сторону. Он утверждает, что Россия может сократить объемы газа для Приднестровского региона и что при этом нет уверенности в том, что это топливо туда попадет, что может привести к экономическому коллапсу на левом берегу Днестра. Что же касается запасов газа для Правого берега, Парликов говорит, что у нас достаточно запасов до января. Также есть резервы для месячного потребления или для покрытия температурных перепадов. В то же время министр не смог внятно ответить, почему Молдова не закупила достаточного объема газа летом, когда цены были ниже, а вынуждена закупать сейчас, когда стоимость голубого топлива на международном рынке резко взлетела. Газпром пока не отреагировал на заявление Парликова.